Число заболевших коронавирусом резко снижается. Если в декабре за сутки заболевало в среднем 400 человек, то в начале февраля эти показатели снизились в 10, а то и в 20 раз. А вот количество выздоровевших, наоборот, растет с каждым днем. Вчера 22, сегодня 120. Скачок количества заболевших ковид сразу в 5 раз. А значит, поправьте маску и лишний раз вымайте руки. Расслабляться еще рано. 2 февраля в лабораториях Приднестровья было исследовано почти 500 проб. Выявлено 120 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии ковид-19 подтвердился более чем у 29 тысяч граждан. А тем временем глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию даже с учетом мутации вируса. Об этом свидетельствует снижение числа новых заболевших уже третью неделю подряд. При этом он напомнил, что мир уже сталкивался со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией, отметив, что тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность. По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга, подчеркнул директор ВОЗ. В России вакцинироваться стало еще проще. Россиянам дали возможность записаться на прививку через сайт госуслуг. На сайте заработал в повседневном режиме раздел записи на прививку во всех регионах. А вот Украина в вопросе распределения вакцин от коронавируса стоит с протянутой рукой, заявил президент страны Владимир Зеленский. Факт в том, что Украина неравноправный член Евросоюза или мира. Это было подтверждено условиями вакцинации. Мы не относимся к приоритетным странам, которые сейчас получают вакцину, заявил Зеленский. По словам главного санитарного врача Украины, вакцинация начнется в феврале. В страну поступили первые 117 тысяч доз вакцины. Бионтех от Pfizer, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Вакцинация начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19. К слову, вопрос о происхождении коронавируса SARS изучает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. В среду они посетили Уханьский институт вирусологии, сообщают китайские СМИ. Эксперты приступили к работе 28 января, после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.